ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите о сегодняшнем концерте, который посвящен Коле Васину и Джону Лену, день рождения. Фактически два дня назад, прошло уже 40 дней. Да, два дня назад, вот Димаш один там стоит. Все собрались, у нас руку мы взяли, и очень хорошо был наш незаконимый, Владимир Славский. Он отпевал, сказал очень добрый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы слышали, что это отличная наша православная священная. Поехали все к Кули Васину на фактиру, там мески свалились в суп. И все его хавали. Здорово. Здорово. Здорово было. А сегодня концерт, первый концерт без Кули Васина, который он организовал. Он основатель архивного движения России. Он родился в 45-м году. Он старший, коричневый сыр. У старших всех. Он всех знал, колецо. Все в первом движении сделал Кули Васину. Секунду ходили, как тебе домой. Он всех принимал, у него счал чай. Слышали в бизнес. Ну вот удивительно, что с 71-го года уже празднуется это 9-е октября. С 76-го Джорджа Харрисона. С 78-го Пола Маккарсни. Мы все тянулись, потому что он был открыт. Он был как лакмус-воя бумажка. Он мог отличить ложь от правды. Если к нему приходил человек и привезли, то случилось ему дверь. Например, ну куда угодно, на жертв. Например, есть человек, и он в лицо его сразу брак не любил, он его не пускал. И выпускал. Он был как лакмус, он был как макарей. Но он чувствовал людей, чувствовал. Либо в нем чисто есть человек, либо нет. Либо это поддельный человек. Нет, я, кстати, вот последний, где-то в прошлом году, весной, когда встретился Колю, я его давно как бы не видел, какой-то промежуток был. И он стал немножко жаловаться на телевидение, что его вот снимает, бывает час, а показывают очень мало. И мы договорились, что я снимал его много. Он мне две книги прочитал, они есть в Ютьюбе. Не есть? Потому что Колю Васин был личностью, которая, ну, к нему всегда может зайти как к своему. Но я его даже редактировал немножко. Он объединил нас. То, что мы скрывали в себе, мы не скрывали при нем. И мы научились любить, что ли, и произнести слова, не стесняться, а произнести слова любовь. Просто мы научились не стесняться открывать себя. И он открыл на свет, где мы все собрались, чтобы собираться снова вместе. Если Коля Васинец, Коллинг наш, ушел, потому что его не мог мог, или тех, которые добравились на власти, или мог помогать, они ничего не хотят, они все забрали, где верхушки. Садык очень любил слова «линии». Он не любил слова «линии». Вот это все стесня, что все связано. Но это понятно, потому что тогда были непростые времена в общем. Ничего не изменилось, потому что ничего не изменилось, потому что ничего не изменилось, потому что ничего не меняется. Я недавно разговаривал с Бурлаком, и он как раз отмечал этот момент, что в Питере очень мало мест, связанных с сроком музыки. Памятников, а это такая история, как и Эрмитаж, Сайгун или рок-клуб. Рок-клуб как бы тоже. Что у нас осталось? Сейчас остался бар. Ну есть Камчатка, Камчатка, но это вот, это немножко, это цой, да. Сейчас мы там пытаемся собираться, если там будут удовлетворимые цены на алкоголь и на счету, мы там будем собираться. Такой синенький альбомчик, красивый. «Коля, покажи этот альбом». Мы зашли в комнату, и он показал мне два автографа Джона и Йока на этом альбоме. Это был концерт, назывался «Лифон Торонто 69». «Битлз» уже фактически распались, и Джон взял с собой команду Эрика Клаптона, Клауса Бурмана. И у кого-то они полетели на фестиваль в Торонто, в Канаду. И этот альбом – это выступление, концертное выступление этой группы. Довольно сильная, такая мощная музыка, да еще с Клаптоном, понимаете, да, это все было так необычно. И Джон Леннон показал себя немножко в другом таком обличии, не как в «Битлз». И вот этот альбом стал главной достопримечательностью «Колиной коллекции». Сейчас это наиболее интересный, конечно, экспонат. Хотя все пластинки есть, все каверы, все варианты. Вы знаете, что более тысячи пластинок «Битлз» вышли в разных вариантах. Даже репетиции и какие-то подпольные записи. То есть более тысячи альбомов. Это было еще лет десять давно, а сейчас уже, наверное, может еще больше. Вот. Но интересно было всегда входить в квартиру Колину. Поскольку там жили родители, они не любили, когда Коле звонили в дверь. Потому что слишком часто эти звонки раздавались. И он говорил, когда будете подниматься по лестнице ко мне в квартиру, «Стучите в стенку, ну, ключом каким-нибудь своим». И все так и делали. Стучали, и он слышал это, выходил и открывал. Через несколько лет штукатурка на этой стене насыпалась полностью. Все. И вот трижды меняли работники коммунальной службы. Они все пытались заштукатурить, чтобы бесполезно было. Все равно ее крошили просто по несколько раз в день. Ну вот. И сейчас, да, настал момент. К нам редко приезжают гости из других городов. Ну, бывали, конечно, из Минска, из Петрозаводска. Был Тони Шеридан из Англии. Были Квари Мэн из Ливерпуля. А сегодня у нас гости из нашей столицы, из Москвы. А что такая белая реакция? Я понимаю, конечно, мы круче. Но все-таки... Эта группа называется... Дэдди Бойс. И мы сейчас дадим. Ну вот, мы приближаемся к финишу. Сейчас будет сыграть последняя на сегодняшний день группа. Но состав ее будет очень большой. Там будет человек такой интересный, который... Легенда нашего питерского рок-н-ролла. Но чтобы сказать перед этой группой что-то, я приглашу на сцену нашего постоянного гостя Андрея Бурлака. Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, спасибо, Ленечка. Да, но я уже даже немножко не согласен с сопротивлением гостя. Мне кажется, я такой реальный соучастник этого замечательного процесса. Вот вчера... чтобы этот концерт немножко прорекламировать. Хотя я не знаю, зачем рекламировать? Нас атак, мне кажется, много, но неважно. Это Ильченко, мы с другом с Колей, его давние друзья, еще с тех придет. Ждем, что будет наконец-то наш концерт, Ильченко. Здесь, ну вот на что все. Вообще, Коля Васин нас всех собрал, ему спасибо.